Для того, чтобы с каждой конкретной справляться лучше. Как ты считаешь, насколько важно? Это очень важно. Очень важно все организовывать правильно и, конечно же, когда каждый выполняет свою работу. А об этом подробнее, конкретнее нам расскажет наш гость. В гостях у нас, кстати, Ксения Слуцкая, начальник отдела международной академической мобильности КФУ имени Вернадского. Ну, конечно же, мы сегодня будем говорить о такой важной новости, которую, кстати, тоже затронули все СМИ. Это то, что теперь Сергей Аксенов не будет разделять сразу две должности. Главы Крыма и председателя Совета Министров. Он решил их разделить. И вот эта новость стала, наверное, номер один. Чем вызвано такое решение? Вы знаете, я думаю, что главная цель – это оптимизация. Потому что в любой системе, то ли государственного управления, то ли любого управления, оптимизация – это неотъемлемая часть. И, как вы уже правильно сказали, чтобы эффективнее выполнять те функции, которые возложены. Потому что мы с вами наблюдали, да, в принципе, все наблюдали, действительно, какой объем работы возлагался на одного человека. Это и представительская функция, это и работа на местах, это и международная повестка. То есть очень много и для эффективности, для более качественного выполнения было введено такое разделение. Ну, а кто в итоге чем будет заниматься? То есть какие будут функции у главы Крыма и какие будут у премьера? Знаете, говорить вот таким вот более бытовым языком, вот глава республики – это будет у нас как председатель транснациональной корпорации, председатель совета директоров. Это о высоком, о повестке, это представительство Крыма непосредственно на материке среди федеральных органов власти, это международная повестка, как я уже сказала. Это глобальные цели. А председатель совета министров – это главный менеджер, топ-менеджер, который знает всех, который выполняет те функции, которые заложены изначально, конечно, уже в контексте общей стратегии, которая выработана. То есть если, опять же, говорить более бытовым языком, глава республики – это у нас лицо республики, а председатель совета министров – это тот, который выполняет бытовую ежедневную работу, начиная от проведения многочасовых заседаний на местах, которые занимают весь рабочий день, заканчивая встречами с бабушками, с дедушками, со школьниками и так далее. Ну, вот, кстати, о заседаниях известно, что Сергей Аксенов проводил. Он очень огромное внимание уделял проблемам на местах, в районах, в селах и так далее. Он проводил выездные совещания, где обязательно присутствовал сам. Иногда они длились по шесть, по семь часов, потому что проблем было очень много. Он лично обсуждал, он лично выслушивал каждого. Теперь он, я понимаю, не будет присутствовать на этих заседаниях. То есть вот как вы думаете, как они будут проходить? Я думаю, что Сергей Валерьевич все-таки периодически будет устраивать сюрпризы и приезжать на места, чтобы как-то разрядить ту комфортную обстановку, которая будет складываться, потому что действительно эффективность этого присутствия в том или ином районе, знаете, она прям колоссальна. Это было видно по одухотворенным лицам людей, которые присутствуют на этих совещаниях, как только называют ихнюю фамилию. Прямо мы видим энтузиазм, который возрастает, понимаете? Потому что или энтузиазм, или заявление об увольнении. Так что тут как бы выбирать не приходится. Я думаю, что они будут проводиться. Будут проводиться такие же многочасовые. Просто Сергей Валерьевич будет действительно уделять тому чуть меньше времени, но посещать родные, любимые, особенно удаленные районы Крыма. А вот мне еще интересно, с кого все-таки будет больший спрос? С главы Крыма или с премьера, с витаминистра? Знаете, я думаю, что все-таки это неделимая часть. Это как бы две разные фигуры, две разные должности, но одна миссия, одна цель и ответственность тоже одна. Так что сказать, знаете, что один по шапке получит, другой не получит, образно говоря, на уровне каких-то федеральных властей нет. Потому что, опять же, повторюсь, цели одни и ответственность одна. И эффективно выполнять работу без ее координации, и взаимодействие будет невозможно. Со студентами, скажите, обсуждайте эти новости. Что они думают по этому поводу? Студентов очень интересуют кадровые перестановки. Очень интересуют. Ну, а как же, знаете, ну как, вот изменения, да, вот какое количество министров поменяют, а что будет? Вот сейчас приедут, а может быть, нового кого-то поставят? Ну, знаете, это такое... А может, сами уже метят? Ну, знаете, амбиции наших молодых людей, они просто зашкаливают иногда. Да, ну, иногда это хорошо, иногда это нужно корректировать, но, тем не менее, молодые пылкие наши умы, главное, чтобы было куда стремиться. Возвращаясь к вопросу о кадровых изменениях, я думаю, что не будет каких-либо кардинальных, потому что все-таки председатель Совета Министров, что сказать, наш свой человек. Вот, так что ждать каких-то, знаете, реорганизаций, что всех уберут, у новых поставят, думаю, это будет вряд ли. Вот это, наверное, главный вопрос, который интересует. Ну, да, конечно, освободятся ли места, и какой конкурс, да, какой возраст бы стать министром уже. Ну, вот, кстати, о своих людях. Вы сказали, это свой человек, действительно, Юрий Михайлович Кацанюк, все мы его прекрасно знаем. Но что вот о нем можно сказать? Ну, знаете, наверное, самое главное, что можно о нем сказать, то, что у него есть опыт. Вот, к сожалению... Почему к сожалению? Нет, я продолжаю. К сожалению, это, знаете, я беру паузу такую театральную. К сожалению, не у всех политиков, которые в Крыму, да и не только в Крыму, это, я думаю, что проблема достаточно распространенная. Но я не говорю о базовом образовании, это уже так, мы на это не обращаем внимания. Опыт, потому что опыт, действительно, у него есть опыт. У него есть опыт работы в системе, он видел проблемы, и, действительно, с разных сторон. Так что, действительно, может быть, это является такой позитивной некоторой чертой, что это не человек пришлый, который не знает реалий крымских. Это очень важно, потому что регион достаточно специфический. И ему нужно будет меньше времени на адаптацию. Ну, а вот как вы думаете, почему все-таки раньше не пришли к этой идее, к такому решению? Почему раньше не разделили эти две должности? Время. А вот только сейчас? Знаете, время. Мне кажется, вот, опять же, вот, я уже об этом говорила, госуправление, это не такая, знаете, молниеносная вещь. Должно пройти время, пять лет, десять лет иногда, иногда двадцать лет, чтобы, действительно, выявить те проблемы, которые существуют, и понять, что мы с вами уже обсуждали, что, действительно, очень большой объем. То есть вы хотите сказать, что Сергей Валерьевич не справлялся сам? Я не могу, нет, я не могу сказать, что Сергей Валерьевич... Вот, понимаете, вот мы и говорим о том, что по факту решение задач это Сергей Валерьевич. То есть Сергей Валерьевич приезжает в район, задачи решаются. Сергей Валерьевич сам присутствует на совещании, вопросы решаются. Ну, а почему вы думаете, что сейчас что-то изменится, а вот не будет ли это просто формальностью? То есть должности разделят, а в итоге Сергей Валерьевич так и будет все сам решать. Сам он будет ездить по районам, по селам, сам разговаривать с людьми и сам решать все проблемы. Думаю, все равно какая-то часть этой миссии на нем останется, потому что не в силу того, что не будет справиться председателем Совета Министров. Просто Сергей Валерьевич, он привык, и это правильно, он привык контролировать все сам. Из-за этого, конечно, его личное участие, оно будет иметь место. Но я думаю, что у него, он уже отмечал неоднократно в интервью, что действительно он будет акцессировать внимание больше еще на дополнительных вещах. Точно так же, например, о международной составляющей. О международной составляющей в случае с Крымом, санкции и так далее, это очень большой объем работы. И физически ему нужно будет, конечно, уделять время тем целям и задачам, которые он ставит сейчас перед собой. А вот о международной части можно поподробнее? Крым и международная составляющая, наверное, любимая тема, это две неделимых сферы. Крым всегда привлекал внимание иностранную общественность и в условиях санкций. Да, мы говорим о какой-то изоляции, но это, наоборот, усиливает значение Крыма сегодня в международном контексте. И это отдельный блок работы, конечно, она выполняется, но, мне кажется, участие главы республики даст новый импульс, она будет более эффективна. И действительно, мы можем ждать, я думаю, каких-либо более глобальных изменений именно на международном уровне. Это же так. Да, если будет участвовать Сергей Валерьевич. Потому что участие Сергея Валерьевича, как показывает практика, опять же, мы уже неоднократно об этом говорили, сразу эффективность колоссально возрастает. Скажите, а вот какие еще кадровые перестановки ожидаются в ближайшее время? То есть, чего нам еще ожидать? И хорошо ли это будет в лучшую или сторону? Мне кажется, все-таки среди министров будут кадровые изменения, потому что все-таки новая волна, новый человек. Как вы думаете, насколько изменится состав? Ну, в процентном соотношении? Не кардинально. Мне кажется, это буквально единицы будут. Да, потому что если бы стояла цель изменения, это лично мое мнение, кадрового состава кардинально, то был бы другой человек. Опять же, не из своих. Потому что зачем менять людей, с которыми ты знаешь, ты умеешь работать? Лучше как-то поменять систему, да, то, знаете, обойтись какими-то более легкими способами, чем кардинально менять. Единичные случаи будут. Эффективность покажет только время. Потому что, знаете, мы можем говорить о том, что вот, 1 октября назначили, а 10-го уже будет что-то сверх произойдет, положительное, полезное и так далее. Нет. Должно пройти время. И тогда, может быть, через какое-то время, через полгода будут более кардинальные изменения. Спасибо вам, Ксения, за то, что встретили это утро с нами, за такую интересную беседу.